Наш первый выпуск про странные нелепые законы в США вызвал у вас небывалый интерес. И на призыв рассказать еще больше дурацких законов я отвечу вам новым выпуском. И кстати, если вы не смотрели первый выпуск, то переходите по ссылке, которая будет в конце этого видео и наслаждайтесь. Итак, самые странные нелепые законы США, выпуск второй. Давайте начнем. В городе Норфо, штата Калифорния, закон запрещает жителям держать у себя дома, как вы думаете, кого? Носорогов. Все дело в том, что этот город имеет титул города необычных домашних животных. Вполне нормально, что жители в качестве домашних животных держат баранов, крокодилов, свиней. Ну и, конечно, у особо скучных жителей есть кошки, собаки, кролики и хомячки. Ну и, как вы знаете, домашние любимцы, они очень любят убегать из дома. И однажды это произошло с миленьким детенышем носорога. Ну, который, конечно же, был чьим-то домашним животным. И он нанес тяжкий ущерб местным садам и газонам. С тех пор власти решили объяснить всем, что носорогов в качестве домашних животных иметь нельзя. Кстати, носорог по-английски звучит как rhinoceros. И часто это слово сокращают до rhino. В городе Мобил штата Алабама мужчинам запрещено быть в публичных местах. И, кстати, быть по-английски это howl. А все потому, что некогда в городе была расположена воинская часть. И на форме военных было изображение волка. По вечерам солдаты собирались в местных барах, конечно же, выпивали. А потом захмелевшие начинали выть аки-волки. Ну, как бы у них была такая традиция. И вот эта самая традиция невероятно раздражала горожан. Потом военную базу закрыли, а закон остался. В городе Болдер штата Колорадо запрещено выставлять диваны на крыльцо дома. А все потому, что в городе находится большой и очень веселый университет. Просто студенты любят отмечать победы своих спортсменов, разводя костры на улицах города. И часто, конечно, это приводит к пожарам. Ну, а диваны являются просто идеальным топливом. В штате Гавайи запрещены плакаты на дорогах и в общественных местах. Потому что реклама не должна мешать туристам наслаждаться гавайскими пейзажами. И, кстати, рекламные баннеры по-английски будут называться billboards. Ребят, ну правда так строго. А как же любимую с праздником поздравить? Или прощение попросить? В городе Оверленд Парк штата Канзас запрещено устраивать демонстрации на похоронах. И не забываем, что похороны по-английски звучат как funeral. И, в общем-то, этот закон был принят из-за одного радикального христианина. Он регулярно появлялся на похоронах гомосексуалистов с плакатами, которые гласили, что покойник заслужил смерть. И бог его покарал. В штате Западная Вирджиния учащиеся не могут посещать школу, если от них пахнет луком. И напоминаю, что лук по-английски звучит как onion. На самом деле все просто. В штате растет определенный вид дикого лука, который имеет невероятно сильный запах. Запах от этого лука ощущается даже через несколько дней после употребления его в пищу. В штате Северная Каролина есть закон, который запрещает общественным организациям встречаться, если члены этой организации одеты в одинаковые костюмы. И закон этот был принят, чтобы предотвратить организацию сборищ активистов местного куклукс-клана. И как всем известно, эти ребята носили одинаковую одежду в виде белых балахонов и колпаков. В штате Техас мужчинам запрещено носить вместе с собой кусачки, потому что во времена Дикого Запада воры могли красть скот, просто перерезая проволочные изгороди кусачками. Такие кражи стали настолько частыми, что в конце концов решили просто запретить кусачки. И, кстати, кусачки по-английски будут звучать как nippers. Может быть, вы знаете еще какие-то абсолютно сумасшедшие американские законы? Напишите нам о них в комментариях. И, кстати, не забудьте поставить лайк. И обязательно посетите сайт Puzzle English, там много всего интересного. Подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылки будут под видео. А с вами была Настя и канал Puzzle English Life. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok